Так, следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Как уделать атеиста за 5 минут». Ну, поскольку я атеист, сейчас меня уделают за 5 минут. Всё, сегодня у нас какой-то религиозный стрим. Добрый день, и сегодня мы поговорим о том, как уделать атеиста за 5 минут. Так, щас, щас, щас уделают меня. Первое, что надо сделать, это надо удивить атеиста. Так. Просто признайте, что да, возможно, Бога нет. Так. Готов отказаться от этой концепции, если... То есть, это должно удивить атеиста. Я думал, он предложит, там, я не знаю, выйти в каком-то экстравагантном наряде, может быть, к атеисту. Ты мне предложишь что-то... Кожа. Лучшее. Вспомните Коперника. Он же не только... Подождите, а почему атеист должен предлагать тебе лично конкретно, вот тебе что-то лучше, чем вера в Бога? Может быть, для тебя вера в Бога, это вообще самое лучшее, что только можно представить? Не, ну, видимо, подразумевается, что атеист каким-то образом пытается переубедить своего оппонента, и тогда действительно надо предложить что-то лучшее, а данный верующий дает ему возможность это сделать. Приветствую, Артик МС, рад видеть. То есть, вполне так себе неплохое требование. Ну, как требование. Имеется в виду, что неплохой заход, почему бы и нет. Вполне так себе способствующий дискуссии. Ты какой-то очень идиотский как бы посыл самого начал, ну ладно. Притиковал геоцентрическую модель мира, но он предложил нечто лучшее, нечто более обоснованное. Поэтому ты атеист. Не-не-не, подожди. Ну, лучшие, более обоснованные, на времена Коперника, скорее, это неправда была. То есть, на времена Коперника, та модель, которую он предложил, она, скорее всего, она, скорее, была маргинальна с одной стороны, а с другой стороны, не так хорошо все описывала, как модель Птолемея. Недостаточно, в общем-то, ее было на тот момент. Можно восхищаться Коперником сколько угодно много, но в данном случае она просто не так хорошо работала. Приветствую, кружок блуждающих запахов. Так мы же не о физических фактах говорим. Мы говорим о картине мира каждого конкретного субъекта. Атеист, во-первых, атеист не обязан тебе ничего предлагать. Типа, кто ты такой вообще? Ну, не-не-не-не-не, я же здесь что-то душнит, конечно, мошнит. Потому что, наверное, подразумевается, что у них ситуация дискуссии, где они друг друга пытаются переубедить. И верующий делает жест довольно широкий, да, то есть говорит, а ты попробуй и сделай вот так, чтобы я увидел, что есть что-то лучше. Расскажи мне, почему твоя концепция, она должна быть более соблазнительной, чем моя концепция, буквально. И тогда я изменю свою позицию. То есть, да, когда люди вместе сталкиваются и назначают друг другу дискуссию, наверное, основная цель переубедить оппонента. Или переубедить зрителей, слушателей. Вот. Человек дает вам критерии для переубеждения. По-моему, прекрасно. По-моему, наоборот, неплохо. Это похоже на видео «Привет, я подсяду». Атеист не обязан тебе предлагать что-то лучше, чем твоя религиозная вера. Это, во-первых. Во-вторых, может быть конкретно для тебя, учитывая состояние твоего мозга, там, я не знаю. Он не говорит, что обязан. Он не говорит, что атеист обязан. Всегда и во всем предлагать концепцию, прям, лучшую для верующего. Воспитание, всякие социальные процессы, в которых ты задействовал. Может быть, для тебя и прочие, да, всякие факторы, всевозможные, которых не счесть. Может быть, для тебя конкретно религиозная вера – это самое лучшее вообще, что можно придумать. Поэтому... Ну, может быть. Только проблема заключается в том, что этот человек хотя бы критерий для разрешения спора предложил. А Е же нет. С хрена ли он должен тебе что-то предлагать лучшее, чем религиозная вера? Если ты утверждаешь, что Бога нет, предложи что-то лучшее. Что ты можешь предложить... Что-то лучшее, чем абстрактная, значит, невертифицируемая принципиально концепция наличия потусторонних персонажей. Хм, ну я даже не знаю, слушайте. Ну, как бы, наверное, сам факт общения в реальном мире, он уже лучше, чем просто... Ну, хотя, да, это с другой стороны разные вещи, их как бы сложно сравнивать. Ну, будете дискутировать на базе этого. Нормальный критерий. Ну, идите, я же все равно в итоге пердел-пердел, а потом предложил что-то. Он буквально сказал, что все что угодно лучше практически. Да, практически в данном случае его тезис можно озвучить таким образом. Практически все что угодно лучше, чем вера в Бога, получается. То есть, что может быть лучше, чем просто абстрактная концепция каких-то потусторонних сил? Максим пишет, если в принципе можно предложить что-то лучшее, о чем тогда может быть дискуссия вообще? Ну, вы можете вообще как раз и выяснять, а можно ли предложить что-то лучше, как минимум? Ну, поскольку беседы метафизического характера, они плюс-минус все зашли, ну, так или иначе, в тупик, и разрешение вопроса о существовании божества, да, их, короче, решить окончательно не удается, но мы хотя бы можем посмотреть на некоторые последствия, этические, эстетические, какие-нибудь другие последствия, которые следуют из разных позиций, причем иногда не просто следуют, как бы, в наших мыслях, а вот на практике следуют, как-то статистически, допустим. И сравнивать, что лучше, что хуже. Например, кто лучше живет, атеист или христианин? Берем статистику, сравниваем, берем образ жизни, рассматриваем, какой образ жизни лучше, какой более адаптивен, допустим, тоже рассматриваем, узнаем, и так далее, так далее, так далее, по каким-нибудь разным критериям. И может быть, рано или поздно кто-то другого человека, по крайней мере, по данному вопросу убедит. Я даже не знаю. Ну, я, например, категорически считаю, что бытие христианина в миру, в нашем, в человеческом, оно довольно нехорошее, да, оно базируется сильно на страданиях, этика христианства довольно ущербна, по большей части. Ну, там нет, не уби, не укради, еще нормально, но там есть такие категории, которые, ну, вообще из разряда кринжа. Стигматизация сексуальных разных практик. Стигматизация, в общем, чревоугодия. Стигматизация еще огромного количества вещей. Стигматизация и хорошей, и плохой лжи. Просто стигматизация, просто потому что. Происходит, в общем-то, табуирование огромного количества вещей, которые могли бы быть полезны, которые на пользу могут использоваться, но, блядь, нет, мы просто их стигматизируем. Идите нахуй. Как бы говорят вам христиане, это просто плохо. Ну, бывает. На мой взгляд, да, если Бога нет, если Бога нет, то христианская этика сама по себе в большем своем содержании не имеет вообще никакого смысла и делает жизнь человечества хуже. Вот. Ну так, для чела из видео о том, что ты говоришь, наоборот, будет лучше. Так вот, мы бы с ним, если бы вот у нас беседа была, мы бы обсуждали, понимаете, что, вот, вы стигматизацию сексуальных практик разных водите, люди меньше занимаются сексом, там, меньше гормонов позитивных у них выделяются, они больше страдают. Они вынуждены иметь брак с одним человеком, что психологически, ну, как бы, оказывает на них влияние негативное. Может, они даже с ума периодически сходят, а может, статистику к этому попробовать подвести. Вот. Люди остаются в тех браках, в которых они не должны были бы оставаться, если бы у них не было бы религиозных убеждений. А пока они остаются в этих браках, они страдают, потому что при других, любых других обстоятельствах, они бы с этим человеком просто бы разошлись. То есть, я бы здесь доказывал то, что христианство вызывает у людей колоссальное страдание. И если вдруг окажется, что христианского бога, конкретно христианского нет, то все это просто чепуха. С самого начала и до конца большая часть того, что имеется в христианстве, полнейшая чепуха, ну, этически имеется в виду, да. Большая часть христианской этики без существования бога ничего не стоит. И даже наоборот мешает, вредит человечеству, делает неприятно, делает непрагматично, неутилитаристично. Все идет по пизде, соответственно, чаще всего. И вот это самое печальное. Ну, а он, может, мне это скажет, так нет, смотри, там, чего угодит, там, это наоборот плохо, потому что, там, когда люди много едят, они становятся толстыми, там, и они им здоровье портятся. А я отвечу, ну, это может быть и правда. У кого-то здоровье портится, кто-то становится толстым, а кто-то тренируется, блядь, например, да, и сжигает эти калории, а кому-то не надо тренироваться, у кого-то хороший метаболизм, например, он может позволить себе кушать сколько угодно, и вот дискуссия, она вот так это будет строиться, он там будет эти аргументы, аргументы мои бить, я его другие, которые аргументы, буду как-то бить. Ну, хотя бы дискуссия здесь получается на базе того, что он предлагает. Комен, ну, хоть какое-то объяснение, не знаю, как появился мир, как появился человек, хоть что-то. Как появился мир, как появился человек. Но можно использовать разные описательные системы, на самом деле. То есть, начнем с того, что в разных религиях, в принципе, ответ на вот эти вопросы фундаментальные для верующего, в разных религиях этот ответ был бы разным. Потому что помимо всяких целоцентричных религий, у нас есть что-то по типу буддизма и какие-то другие пантеистические религии. Но, с другой стороны, в качестве описательной системы можно использовать картину мира современной физики, где мир возник в результате большого взрыва из-за флуктуации, значит, и то, что там появляется в точке большого взрыва. Тут проблема заключается в том, что картина мира науки, она довольно, ну как, большинством количеством людей воспринимается пессимистично. Ну нет, есть таентисты, которые прям такие, ну это же заебись, что мы распаднёмся на атомы, а потом наши атомы станут. Всё равно странно как-то, христианская жизнь для меня охуенная, я становлюсь лучше и попаду в рай навечно. Так понимаете, Максим, если христианского бога нет, вы никуда не попадёте. Вот, вот мы с этого начинаем. Да, он же сразу сказал, ну допустим, бога нет, но предложи мне более охуенную систему. Не более правдивую систему, да, а более хорошую качественную систему. И мы как бы здесь уже отстраняемся от метафизических вопросов, в том числе от вопроса о попадании в рай, и обсуждаем непосредственно влияние христианской морали, христианского образа жизни на нашу жизнь, на наше бытие, наше как-то вот так вот. Странство, материя. Так вот, тут небольшой парадокс имеется, да, для большинства интеллектуалов, в принципе, научная картина мира современная является категорически пессимистической. И, наверное, если у нас есть хоть какие-то сомнения в ней, а у многих они есть, наверное, предпочтительнее было бы выбрать практически вообще любую другую картину мира. Не, мы, конечно, можем опираться на то, что научная картина мира, она наиболее доказанная, допустим, нам кажется, да, она наиболее, там, целостная, она наиболее строгая тоже, допустим, многим так кажется. Окей. Мы можем апеллировать к этим аргументам, но если мы рассуждаем сейчас в плане, а какая картина мира, там, морально-этически, эстетически лучше, картина мира современной науки, это полный пиздец. Это кромешный ад, хаос для большинства интеллектуалов, вы просто, блядь, вдумайтесь. Вы просто сдохнете. Вы как бы, да, они попадут в рай, а вы сдохнете. У вас вообще нету никаких стимулов поддерживать моральное поведение, кроме каких-нибудь утилитаристических, на самом деле. У вас, в принципе, вам пиздец, короче. Вам, короче, в любом, вам будет пиздец в рамках этой картины мира. Вы просто исчезнете, там, через сколько? Лет через 20, 30, 40, вы просто нахуй испаритесь, и ничего от вас не останется, кроме атомов, которые развалятся на куски. Такое себе. Грустная картина мира, и мы на какой-то маленькой вот этой планетке путешествуем в космосе, и нихуя в этом космосе нет нормального. На протяжении миллиардов километров вся эта космическая пыль, космическая хуйня вся эта бесконечная, куча пустоты, и там звезды какие-то, правда, планетки небольшие где-то находятся, и огромное количество, огромное количество вот этого вот всего, где нету практически ничего интересненького, для нас, по крайней мере. ...время и всякое такое, а человек вразник в результате сложных эволюционных процессов. То есть я понимаю, вот, ну, как бы, практически, наверное, сложно и невероятно поверить верующему человеку, но с другой стороны, и для атеиста тоже сложно и невероятно поверить в там, потустороннюю сущность какую. Ну, для атеиста, на мой взгляд, здесь проблема чаще всего заключается в том, что большинство атеистов-идиоты, которые принимают, так скажем, физику дефис, в кавычках, отрицательную метафизику науки, вот, и при этом всем, и при этом всем, он придерживается около христианской морали. Вот это я считаю самым пиздецовым. То есть люди категорически непоследовательны. И это, конечно, нихуя, ну как, радует, не радует. Но так получается, что большинство людей это послушное быдло. То есть у них есть убеждения какие-то, да, тоже, ну, и атеизм, и христианство, и христианские убеждения, они довольно распространены. Но вот почему-то на морали это далеко не всегда распространяется. То есть мало найдется, ну, очень редко найдется такой последовательный умный человек, который, да, я атеист, следовательно, христианского бога нет, и, следовательно, можно не следовать христианской морали. Причем человек может сказать, так я не следую христианской морали, хотя он, там, не знаю, не делает многое из того, что христианами запрещено, по сути. Многое из того, да, там, чего угодием не занимается. Хотя мог бы охуенно похавать там, не знаю Рассказывает о том, какие женщины проститутки и бляди Потому что вот этой суки шлюхи и бульонской проститутки Было там целых два сука партнера до меня Ёбаная, ёбаная дырка для ебли, блядь Это тоже христианское же наследие То есть, ну вот просто христианское наследие вот вам досталось Что вот у вас есть какие-то, если женщина, да, вступает в сексуальные отношения Более чем с вами, да, за всю жизнь с одним человеком единственным То она сразу называется проституткой Вот Вполне христианская тема По сути, огромное количество МДшников, они не православные же Они же, блядь, атеисты Атеисты плюс, ну вот у них христианская мораль такая Немножко искажённая, но вот здесь генеалогия христианской морали напрямую просто видна Да и к себе, в принципе, такое тоже можно применять Вот эти вот избегания, прелюбодеяния всякого и всего остального И вообще чувство, даже если вы не смогли избежать прелюбодеяния Если вы не смогли избежать измены какой-нибудь, да Вы всё равно себя винить будете Многие люди будут себя винить, что вы поступили неправильно, нехорошо Там вы кого-то предали Вы там что-то ужасное сделали Хотя, по факту, по факту, да вообще похуй Ну В этом нет ничего категорически ужасного в происходящем Вот онтологически ничего плохого нет Если Бога не существует Если Бога не существует Ну как, всё дозволено? Ну нет, не всё дозволено Но многие вещи становятся реально дозволены И из-за них можно даже не испытывать какую-то вину даже особо Ну можно испытать вину на фоне того, что Ну я расстроил человека, с которым я встречался, допустим Действительно можно Но это не значит, что вы должны винить себя вне контекста вот этого, например Ну коммунизм здесь тоже связан генеалогически с христианством плюс-минус Вот так вот получается А зачем атеисту за это хвататься? То есть ты подходишь к атеисту И говоришь Предложи мне что-нибудь лучше, чем вера в Бога А он говорит тебе Отойди от меня Тебе плохо пахнет Очень странно А этот человек, он хотя бы с одним атеистом в своей жизни общался? Дело в том, что атеисты В подавляющем большинстве случаев не являются учеными Они просто некомпетентны И они будут Да, то ли дело верующие Ну это марксистский подход, можно попробовать Да, многие могут пытаться это сделать, Максим Можно пробовать это сделать Но тут мы можем сразу сказать Ну и что? Ну были когда-нибудь давным-давно какие-то социально-экономические отношения Там, не знаю Две тысячи лет назад А если мы берем еще еврейскую религию, то еще больше тысяч лет назад Были какие-то социально-экономические отношения Нам ли не похуй, какие они были раньше Если сейчас они уже совершенно другие И те установления, которые вели люди две тысячи или еще больше тысяч лет назад Сейчас они могут быть вредоносными, нехорошими И абсолютно несоответствующими нашему уровню развития социальных институтов И экономических формаций А! Вот так вот В подавляющем большинстве своем Надо ссылаться на чужие слова Сами они ничего не проверяли Да, то ли дело религиозные верующие Они же не ссылаются на чужие слова Они же все проверили сами Есть целый набор физических постоянных Кто из вас атеисты? Хоть одну из этих постоянных проверял ее значение Да, вам может очень повезти, если вам попадет Это правда Но опять-таки, ни одна из этих физических постоянных Она, наверное, не относится к сфере чего-то принципиально потустороннего Трансцендентного и неверифицируемого То есть, если наука так или иначе пришла к этим физическим постоянным Наверное, это через какие-то опыты все-таки случилось Наверное, через какие-то опыты это все-таки случилось Ну, ежный рассуждает как обычный верующий в данном случае Наверное, через какие-то опыты это все-таки случилось Опыты я, конечно, не назову и не расскажу Опыты эти, конечно, я сам не проводил Ну, наверное, ученым лучше знать, так можно и про верующих сказать, ну, наверное, батюшка все проверил, батюшка знает, Бога видел, в космос летал, Бога видал, и все хорошо, как бы. Абсолютно одинаковый способ рассуждения, мы просто берем и авторитет практически перекладываем, ну, например, в данном случае, на ученых. Кстати, пацан вот этот лысенький, он правильно говорит, это в целом хорошая подъебка, потому что все люди во все это верят. Ну, большинство людей. То есть, практически никто не получает эти постоянные ни с формул, ни на практике, ни на опытах, да, то есть, это очень маленький процент людей, которые реально имеют отношение к тем самым опытам. Даже внутри самой физики. Даже внутри самой физики малый процент людей напрямую как-то связан с этими опытами. Большинство физиков, они об этом где-то там читают, узнают это из научных журналов, материалов, книг, монографий, но не напрямую. Все. Соответственно, верят. А люди за пределами физики, тем более. И тем более верят. То есть, атеист, он должен каждый раз повторять эти опыты, по всей видимости, если он к науке апеллирует. Но, опять-таки, тут авторитет. Ну, если он хочет избавиться от, в кавычках, веры и хочет быть уверен в том, что он сам сделал эти выводы. Вот. То, да. Я же вроде про принципиальную возможность верифицировать. Так я сейчас просто говорю про аргумент этого чела. Про принципиальную возможность верифицировать огромное количество вещей в науке невозможно верифицировать. Забейте. Эволюцию вы не верифицируете. Это невозможно. Ну, просто невозможно. Сильно большое количество верификаций вам нужно провести, чтобы эволюцию подтвердить. Ту же эволюцию. Даже гравитацию. Вы уверены, что все предметы во Вселенной падают по одним и тем же законам во всё время, в будущем и в прошлом, одинаково по одним и тем же формулам? Вот они вот отпускаются. В этом уверены? Вы готовы ручаться за это утверждение? Вот то тоже. Ну да ладно. Второе видео можно расстроить, потому что не только атеисты апеллируют к науке, но и верующие люди тоже. То есть для верующих людей, они также признают наличие вот этих физически постоянных. Смотря какие верующие. По-немере, какая-то часть. Смотря какие атеисты, кстати. Верующих людей. Поэтому тоже это очень странная хуйня, на самом деле. Социальный кандидат наук, который является атеистом. Но он кандидат каких-то конкретных наук. Например, биология. Да, в биологии он что-то... Ну да. Но точно так же и верующие тоже. Он не во всём же... Не помню, Адам. Кто-то проверял, но он не проверял астрофизику. Точно так же, например, великий учёный... Подождите, а зачем нам проверять астрофизику для того, чтобы отказаться от концепции потусторонних каких-то существ? Не, я думаю, он сейчас просто опирается на то, что и так людям приходится во всём верить. Сейчас я окно закрою. Даже, наверное, и существами-то назвать нельзя. Потому что существа это что-то, значит, исключительно из области нашего грубого материального, тварного, если хотите, мира. То есть, ну, как бы ни один... Не, существа это те, кто существует, наверное. Вот творением Бога назвать нельзя, потому что он не сотворён. А вот существом, наверное, можно. Один религиозный верующий, он тоже не разбирается абсолютно идеально во всех научных дисциплинах, и что дальше? Стивен Хокинг, он не был биологом, и у него не хватало научной компетенции, чтобы проверить все выводы современной биологии. То есть, атеист, когда опирается на науку, он опирается на чужие слова, на чужие... А верующий, когда он опирается на науку... Так, он пытается ежить и объяснить, что здесь аналогично всё. Неожиданно. В этом и нюанс. В этом и нюанс ежи. Или даже не на науку, а на религиозные тексты. Он разве не опирается на чужие слова и выводы? Да, он тебе это и пытается доложить сейчас. Что разница между великими, мудрыми, атеистами и верующими не так велика, как некоторым атеистам кажется. Неожиданно. Выводы. Сам он их не проверял. Отличный аргумент против атеизма, конечно. Да, то есть вы подходите к человеку, который не верит в потустороннее на улице и предъявляете ему претензию о том, что... Ну ты же не являешься, значит, абсолютным знатоком всех научных дисциплин. Ты же не разбираешься одинаково хорошо во всех науках, которые существуют. Нет, и что? А при чём здесь вообще это? В 92-м году вроде она появилась. Это же какой-то бред. И это важно. Обратите внимание атеиста на это. Это важно в контексте чего? Потому что верующие люди... Это важно в контексте того, что атеисты многие верят в то, что они являются абсолютно свободомыслящими людьми, которые овнят тупых верунов фактами и логикой. Наверное, в этом контексте. И они думают, что верующие веруны тупые, потому что они верят, а вот эти, они сомневаются во всём. Атеисты многие так считают буквально, да, что они во всём сомневаются и всё проверяют. Наверное, вот так вот. Абсолютно в таком же положении находятся. Потому что они тоже не являются абсолютными учёными, и они тоже опираются на слова других людей. Потому что как бы Библия её не ты написал, её написали другие люди. Почему важно? Да всё просто. Дело в том, что наука очень часто ошибается. Наука может ошибаться, но из этого никак не следует, что есть бог или боги. Нестор стал антиатеистом. Что? Хе-хе-хе-хе. Да, в Африке все сладные умерли, наверное. Спасибо большое за данный. Из того, что наука может ошибаться, никак не следует ни логически, ни вообще никак, что верна религиозная картина мира. Вспомните, Бабу. Ну, религиозной картине мира в данном случае не нужно даже быть верной, потому что она не претендует на вот эту логическую верность знания. То есть, да, христиане уже давно ввели разделение на знание и веру. И, соответственно, в принципе, подавляющим большинством мыслителей за всю историю христианства, ну, как мыслителями, да, мыслителями, теологами, ну, вот приоритет отдавался конкретно вере. То есть, христианам, на самом деле, вполне для веры достаточно того, что христианская картина мира хотя бы остается просто возможной. Вот. Уже этого достаточно. Если христианская картина мира окажется необходимой, вера будет не нужна уже, понимаете, это будет знанием. Зачем тогда вера? Вера остается и сохраняется буквально до тех пор, пока ваша картина мира, она, по крайней мере, не исключена из рассмотрения окончательно. И поэтому, и поэтому достаточно в целом для того, чтобы разъебать христианина, ну, самое важное, что надо сделать, это просто уничтожить всю возможность серьезно смотреть на его религиозную картину мира. Ну, конкретно христианскую вообще-то, в принципе, да, потому что разделение на веру и знание, ну, оно, в общем-то, в аврамических религиях по преимуществу существует. То есть вам нужно не просто опровергнуть какое-то положение, да, вам нужно его сделать абсолютно невозможно. Просто вот на 100% невозможно. И тогда все, вера будет не нужна. То есть как бы... Не, фартамация, вера не может проистекать из знания, вы глупость сказали. То есть вот сейчас вы точно глупость сказали, потому что знание это, когда вы обладаете доказанной истиной, да, то есть, есть у нас истина в соответствии наших представлений и действительности, а есть знание, это обоснованная истина. Вот. И если вы обладаете обоснованной истиной, вы не можете обладать верой, вам нету смысла во что-то верить, потому что вы знаете. Вера и знание это пара, но они вместе идут как противоположности в данном случае. Противоположности по критерию вашей тотальной уверенности в том, что вы говорите. Вера не требует доказательств, поэтому верую, ибо абсурдно. Веру, ибо абсурдно. Соответственно, вера не опирается на доказательства. Как только вы обладаете знанием, у вас нет никакой веры. Знание уничтожает веру. То есть вера не может проистекать из знания как раз. Именно в этом и проблема. Наличие ошибок в науке никак не отрицает возможность наличия ошибок в религиозной картине мира. Ошибочно. Ну да. Только религиозная картина мира, она опирается на веру, а научная на знание. То есть знание куда большую претензию выводит здесь на свою мощь, силу, убедительность, доказательность. И если вдруг окажется, что какой-то элемент в нашей картине мира, который постулирует себя как некое знание, окажется неверным или хотя бы сомнительным. Ну мы можем ее разъебывать просто. Просто уничтожать. Вот у нас есть сомнительное. Вот например, вдруг окажется, что теория эволюции сомнительна. Ну все, пиздец, наука говно ебаная. То есть претензии, претензии, амбиции не выполнены. Наука, ну куча высокомерных, долбоебых и хуесосов, которые сильно много на себя берут, к сожалению. Тогда получится, да? А религия что от этого сделать? Ну например, мы скажем, что христианство не доказано и сомнительно. Что с религией случится? Да ничего не случится. Они и так верующие. Они верят. Они не знают. Они постулируют. Мы верим. Вера не равно знание. Это два несколько... Да два принципиально разных процесса. Два абсолютно разных. Два абсолютно разных вещи. Все. Знать это вот. Доказал истину. Буквально два пункта. Должна быть истина, должно быть доказательство. Достигли истины с помощью доказательств. Это есть знание. При этом вера это не обязательно что-то ложное. Да? Это не обязательно что-то ложное. Но она при этом не опирается на доказательства. Не опирается на доказательства. И не обязательно ведет к истине. Хотя может быть истиной верой. вера может быть истина может быть неистиной на геоцентрическая модель мира и заменили на гелиоцентрической была гипотеза теплорода и потом отменили ну например такой закон гекеля да замечательно но так тут это все примеры преодоления одних воззрений другими же научными воззрениями то есть тут же нет примера того что мы отходим от естественной науки в пользу теологических религиозных концепций просто наука развивается и она заменяет одни как но религия тоже развивается и заменяет одни аргументы другими да ладно концепции другими а можно привести пример когда в истории там развития какой-то религиозной традиции там тоже происходит как бы преодоление одного другим без разрыва самой этой традиции до миллиард примеров то есть я же реально религиовед или просто пиздобол просто на буддизм можно посмотреть да на христианство можно посмотреть преодоление одних концепций без разрыва то вообще как нехуй христианстве столько всего менялась на протяжении всего развития христианство если человек реально к религиоведию какое-то отношение имеет мне просто иногда становится парадоксально странно слушать выводы таких вот ребят которые да говорят и мы религиоведы а по факту у них религии неизменные века веках застыла неизменная какая-то субстанция как с которой ничего не происходит видимо в которой позиции внутри не меняются вообще или например пример того как научная концепция заменяется на религиозную в каком-то вопросе ну внутри науки такое сейчас не происходило до последнее время но целом но в целом вы наверняка видели такую картинку зародышем который нынешняя биология отвергает ну да ну да но опять-таки наличие наши ошибок в науке никак не доказывает то что религиозная картина мира на ну давайте так есть вещи которые в науке не меняются это некоторые методологические убеждению то есть функцию центральных убеждений в науке играют фундаментальные методологические убеждению ну то есть не вся методология не меняется а некоторые фундаментальные методы при этом в религии но не меняются некоторые действительно утверждение типа я не знаю мы берем и символ веры например символ веры да что там даже нобелевскую премию вручали по ошибке казалось бы это уже нобелевскую премию постоянно вручают исходя из там политических мотивов всяких так далее вверх науки где должны все перепроверять но тем не менее был такой ученый и ханас фибегер который я на насчет того что верх науки это тоже сомнительно потому что это же ну политическая история достаточно то есть просто там есть королевская академия и прочее там как весь конкретные люди которые в этом задействованы то есть человеческий фактор да окей ну похуй на нобелевские премии вообще какое отношение это все имеет ко всему этому но и следовало причины появления рака пришел каким-то выводом за эти выводы его наградили нобелевской премии и только после его смерти скрылось что он неправильно анализируя свои собственные же опыты понимаете то есть ну да но это вскрылось опять-таки в рамках научного дискурса то есть это одни ученые опровергли вот другого ученого то есть пришли священники искающие религиозной картины мир лучше про атлантику так посчитай коран там нет ошибок но во первых ты слово коран написал с ошибка как с двумя орфографическими ошибками а даже с тремя даже при слушая как же как же так получилось что ты в слове коран сделал три ошибки что с тобой не так ну и сломофобы вообще скажут что там иисус новинный иисус из нового завета перепутаны научное сообщество не в состоянии было отследить и перепроверить ну подождите как же она была не так и проверили же в итоге я не понимаю нахуя чел все это мутит конечно в данном случае тоже состояние отследить и перепроверить если после смерти этого ученого они все 5 следили и перепроверили и вы выяснили сами в раму ну да челся закопал здесь конечно научного сообщества что ему на блюзгую премию выдали неправильно то есть он сам сейчас себе противоречит это правда его выводы а что уж говорить о мошенничестве науки которые сегодня всплываются чаще и чаще опять-таки наличие фактов ошибок и мошенничества в науке никак не является доказательством того что религиозная картина мира она безошибочная она лишена ошибок и мошенничества это да но здесь следует подчеркнуть что религиозная картина мира не нуждается в безошибочности и религиозная картина мира благодаря тому что она опирается на веру, она даже в доказательности не нуждается. Тут вот этот парадокс очень силен. Во-первых, во-вторых, любые примеры, на которые он ссылается, когда он говорит, что сначала была одна теория, потом ее заменили на другой, это как бы внутрикорпоративные разборки самих ученых, где наука развивается и закономерно одни теории заменяются на другие теории. То есть он не привел примера, когда научная картина мира, она хуяк и заменяется религиозной, как более верной. И внутри научного дискурса это все признается как бы. Ну, у нас не так много веков наука так или иначе доминирует, но если мы под наукой понимаем определенную методологию, которая возникла в веке так в 17-м, вот. И вообще в начале своего становления так называемая классическая наука, она была вполне религиозной. Я бы даже немножко наоборот сказал бы, что наука из религиозных представлений постепенно перетекает в менее религиозные, а потом вообще в чисто натуралистические представления все становится вот таким более натуралистичным. ну, буквально подавляющее число так называемых ученых это так или иначе какие-нибудь там аббаты, верующие, комбаты, теологи и вот эти вот все ребята. Ну, как раз те ребята, которые умели читать, которые умели писать, которые иногда получали университетское образование, вот они становились собственно учеными. Не удивительно вообще-то. Ну, и получается, что вот век так до девятнадцатого, даже до девятнадцатого с половинкой где-то, да даже может быть и не с половинкой, а может быть даже и даже до самого двадцатого, у нас огромное количество ученых, просто почти все поголовно верующие и соответственно религиозные разные позиции, они проникают в науку, они в ней сохраняются, сосуществуют с научными теориями. И чистого натурализма там пока что все еще не наблюдается, конечно же. Ну, такая вот серьезная натуралистическая наука, она уже начинается ближе к двадцатому веку, да и то от разных религиозных воздействий она не избавлена, ну, иначе бы не было Эйнштейна, иначе не было бы так Гизенберг вроде, тоже верующий же, да, тоже вроде верующий в этом плане физик. Огромного количества верующих физиков. Еще в двадцатом веке у нас сохраняется слишком большое влияние религии, в том числе на науку, причем, ну, христианской религии, напрямую христианской религии. И не просто на какую-то там науку, а на очень высоких, высокопоставленных ученых, очень известных, очень там, звезд науки, соответственно. Так что, тут вот такое вот. Не, в науке действительно постепенно происходило некое такое вот расколдовывание, отделение ее от религии, оно длилось довольно постепенно, и закончилось, ну, не так давно. Не так давно оно произошло. Что-то правильное, и дальнейшее развитие самой науки. А мы можем... Я приведу только один пример. Йосики Сасаи в 2014 году. Это японский доктор нау. Отличная фамилия. Его группа научная вела исследование столовых клеток, пришла к определенным выводам, опубликовала статью в самом престижном... Ну, понятно, да. Там какая-то ошибка закралась, но, опять-таки, для того, чтобы выявить эту ошибку, потребовались другие ученые, а не священники, не жрецы. И эта ошибка, она была признана... А при чем здесь жрецы? Он пока про жрецов ничего не говорит. Он же не говорит, что из этого следует, что религиозная картина мира верна. Как бы Ежа ударяется вообще в критику того, чего не надо было бы удаляться, просто потому что вообще плевать. Она внутри дискурса самой науки, исходя из научных же критериев, которые наука придумала. В древнейшем научном журнале Nature и только спустя некоторое время после публикации казалось, что выводы были фальсифицированы. И когда разразили... Ну да, но опять-таки, а задайся вопросом, как это выяснилось, что эти выводы сфальсифицированы? То есть, если бы это была не наука, а религия, например, и эти выводы, они бы рассматривались как религиозный догмат, как предмет веры, например. Не все, что в религии находится, является религиозным догматом, предметом веры, например. Большее количество положений, которые так или иначе внутри религии обитают, они... Они связаны с догматами, они связаны с предметами веры, да. Но многие из них вполне так себе дискуссионны. Как и через что можно было бы их опровергнуть? То есть, в науке любые ошибки... Через Библию, через разные методы трактовки, через христианскую германевтику, экзегетику, через разные подходы в рамках теологии можно было бы опровергнуть, через логику, например, можно было бы их опровергнуть. Ну, потому что, опять же, не все положения внутри религии являются догматами, в прямом смысле, вот в религиозном смысле этого слова. Так что, еж сармат здесь опять обосрался, неожиданно. И, на самом деле, все эти опровержения происходили на протяжении тысяч лет, множество раз. И это не есть какая-то скрытая информация, в том числе, для человека, который занимался религиоведением, вроде бы. Я вот не знаю, вроде бы, вроде бы занимался, вроде бы и нет, наверное. Такое впечатление, что все эти религиоведы религии не изучают от слова совсем. Что еж сармат, что вот образцовники, у них какие-то странные представления о религиях, на мой взгляд, какие-то комические. Типа, в религиях собираются какие-то дурачки, блядь, которые просто на протяжении тысяч лет верят в одно и то же, и ничего у них не меняется, дискурс не меняется, доказательства не меняются, никакие методы, блядь, не меняются, подтверждение тех самых догматов, ничего не меняется, блядь, тысячу лет просто хуйней страдают, и потом еще дальше страдают еще одну тысячу лет, потом еще тысячу лет страдают, нихуя, короче, не происходит у них тысячелетиями, пиздато. А потом из нихуя как будто бы появляются всякие секты от этих религий ответвляются, потом тоже из нихуя, наверное, не из рассуждений, да, не из несогласия между разными позициями, не из-за того, что люди разные методологии используют в дискуссиях и не в дискуссиях, да, вот просто спонтанно рождаются всякие религиозные хуевины, просто так, бжух и все, ну, странно. Да, они будут провергнуты рано или поздно, потому что, ну, как бы наука так устроена, то есть, этому можно сказать, как бы некая встроенная в научный дискурс система самоочистки, которая позволяет через какое-то время... Ну, проблема заключается в том, что в религии такой же способ самоочистки имеется. И если мы так посмотрим, если мы буквально подсчитаем количество догм внутри христианства, да, какого-нибудь направления, скорее всего, окажется значительно меньше, чем количество убеждений, которые необходимы для функционирования той же самой науки. Ну, например, догмы из естественной установки, которые никак не проверяются, которые вообще никак не проверяются, их невозможно проверить. Вы не можете узнать, что законы природы всегда, везде, в любое время, в любом пространстве работают. Это просто невозможно. У вас всегда будет неполная индукция, и вы навсегда останетесь неведеней по этому вопросу. Но в это приходится верить, потому что иначе рассуждать о Вселенной, иначе рассуждать о том, как появился мир, как он умрет, там, про всю эту великую темную материю, темную энергию просто было бы невозможно. У вас бы опыта столько не набрали, чтобы об этом как-то рассуждать. Вам приходится очень много абстрагировать, вам приходится что-то переносить и так далее. Понимать ошибки и от них отказываться. Давайте зададимся вопросом, а в сфере религиозного так ли это работает? Плюс-минус так. Неожиданно. Просто есть фундаментальная разница между верующими и учеными, по крайней мере в том, что ученые, они, по-хорошему, имеют методологическую веру, а не антологическую. То есть, да, они не должны заранее верить в то, что что-то существует. Как бы, да, они методологию верят, веруют в методологию. Методология, правда, базируется на определенной антологии, и в этом плане она, конечно, тоже уязвима для критики, что мы обычно и делаем, критикуем науку, да, таким образом. Ну вот. А у религий, ну, по крайней мере, у христианства, у них прям прямая антологическая убежденность в некоторых положениях. Вот, есть Бог, Он триедин, Отец, Сын, Святой Дух. Из этого, там, не знаю, у нас следует, что у нас будет еще воскресенье, потому что в Библии так написано, все воскреснем, короче, новые тела обретем, будем жить в прекрасном, замечательном мире, ну, как все, по определенным правилам, конечно, будет отбираться, кто будет жить в этом прекрасном мире, а кто будет страдать и полыхать в самых ужасных, в общем-то, местах этого самого мира, видимо. В общем, в религии, точнее, в христианстве, если мы так посмотрим, вот, прям вот, то, чтобы вот таких фундаментальных, мощных догматов, ну, их не так много, их не очень большое количество. Вот. Как-то иначе, да? То есть, если бы вот этот вот, там, Юкио Сосаи, или как там его звали, если бы его звали... Есть огромное количество положений, которые с веками менялись. Просто вот, вообще, колоссальное количество положений. Там, допустим, Иисус Христов. Берем, изучаем христианскую философию, что делать? Просто, как бы, насколько мы могли бы претендовать на то, что мы через какое-то время можем отказаться от его выводов, потому что мы пришли к тому, что его, значит, положение относительно естественных наук, они как-то, деликатно говоря, ошибочны. Сделался этот скандал... То есть, если бы это у нас все было прописано, как религиозный догмат, как необходимое условие для... Так в религии не все прописано, как религиозный догмат. В этом проблема. Индивидуального спасения... Я даже более того скажу. Многие рассуждения о сверхъестественном, они не прописаны в виде религиозных догматов. В этом тоже фундаментальная проблема, да? Не всякое суждение о сверхъестественном заранее является религиозным догматом. То есть, очень часто такие положения являются дискуссионными. Можно обсуждать, что такое ангел вообще, какую там форму он имеет, пролезет ли он через угольные ушко, например, или не пролезет все-таки. Как бы мы могли от этого отказаться, допустим? И преодолеть эти воззрения в пользу каких-то других воззрений. Сики Сасай как начальник научной группы для того, чтобы... Ну да. Но это потому, что он не был сакральной религиозной фигурой. То есть, мы-то, как бы все видео, оно про противопоставление, значит, атеистической картины мира, да? Ну, довольно забавно, что действительно Ежи, будучи религиоведом когда-то раньше, видимо, очень давно, да? Он в целом полностью никакого отношения к религиозной, так скажем, феноменологии не имеет вообще никакого представления. Ему просто насрать, что там у верующих в головах происходит. И как вообще структура убежденности у верующих строится, он даже это изучать не пытался, судя по всему. Вот. Ну, Фортамас. Во-первых, практически все христиане трактуют Библию аллегорически, да? Ну, есть направления, которые не трактуют, есть буквалисты. Но, по крайней мере, значительное количество людей очень большое трактуют ее аллегорически. Причем, во всяких больших религиях это происходит, аллегорическое толкование. И тут вопрос в степени этой самой аллегоричности и в методологии, которая к этой аллегории применяется. А методологии здесь бывают разные. которые не апеллируют к чему-то потустороннему. И, соответственно, религиозные картины мира, где есть высшие силы. Ну, давайте зададимся вопросом, если бы речь шла не про конфликт интересов внутри научной парадигмы. Тут проблема, кстати, может заключаться в том, что наука, особенно современная, она ищет ответы исключительно в области натуралистического. То есть, что бы наука не увидела, она все будет объяснять натуралистично. Например, законы природы. Например, какой-нибудь естественный отбор. Ну, например, там, не знаю, изменяемость вот этих самых видов. Просто натуралистически будет объяснять. При том, что возможно бесконечное множество других объяснений. Наука буквально просто так. Ну, ни по каким, ни по каким причинам. Просто так не будет искать объяснения вот в других вещах. Просто потому что. Потому что она так устроена. Это фундаментальная ее догма. Ведь ученые не должны предполагать, что, например, эволюция происходит по воле Господа Бога, например, какого-нибудь, неважно, христианского или не христианского. Здесь, скорее всего, не христианского Господа Бога. И вот этот христианский Бог берет и меняет этих существ на протяжении времени. Например, такую картину мира себе представим. Наука такое описание дать не может. А при этом все факты, которые мы видим, они не противоречат данной картине мира. Почему наука выбирает между одной картиной мира, где у нас есть вот этот самый механизм, и другой, где у нас есть Бог-эволюциониста, эволюционный Бог, например, ту, в которой эволюционного Бога нет. Ну, да, Бритва О'Камать, ну, это чисто эстетический принцип. Мне просто нравится более простой принцип. Да, вот приблизительно вот по такой причине. Можно сказать вообще не почему. Просто так, по приколу, на самом деле. Вот мы такой принцип избрали, поэтому мы объясняем так. При том, что у нас, возможно, бесконечное множество разных объяснений. Ну, бывает. Где одни ученые опровергают и стремятся опровергнуть другого ученого. А если бы это вопрос был, допустим, внутрицерковный, так бы это произошло? Или как-то иначе? Отказ от вот этих старых ошибок? Созвали бы собор. На соборе бы многое обсуждали. Созвали бы теологов каких-нибудь. Решили бы, пообсуждали бы, решили. Цитаты бы какие-нибудь привели из Библии, не из Библии, из комментаторов, из святых отцов, не святых отцов. В принципе, в науке все очень похоже. И вы неожиданно охуеете, что в науке некоторые вопросы решаются тоже довольно похоже. Цитатами на, в кавычках, святых научных отцов, классиков великих, замечательных. Вы очень часто встретите такое, что вместо нормального аргумента вам просто приводят цитату какого-нибудь, не знаю, Дарвина, какого-нибудь Хокинга, какого-нибудь Ньютона. Вот вам просто хуя-хуяк цитата. И вы такое, а что делать? Ну принять, не принять, я даже не знаю. Вот о небе не читал, приветствую, Иван. Ни один из этих текстов не читал. Не читал. Или с точки зрения автора видео в религиозной картине мира никаких ошибок и заблуждений быть не может. Чтобы защитить честь своего института, а как тогда объяснить наличие разных форм религиозного сознания, которые могут противоречить друг другу в своей догматике, если каждый из них является истинным? А если только одно является истинным, а другие нет, в чем критерий истинности? То есть как это определить? То есть в науке там есть критерии. То есть что, собственно, позволяет людям науке отказываться от одних теорий в пользу других теорий? Христианство? Ну, в разных направлениях христианства тоже есть критерии. Ну, иначе бы не было теологии. А теология есть. Она существует... Существует теология. Существуют, да... Существуют разные направления, в рамках которых так или иначе те или иные проблемы решаются. Они есть. Отрицать это невозможно. Ну, если вы что-то знаете о религии. И у них есть определенные критерии. Да, и там есть тоже определенные критерии. ...научного знания. У них есть всякие опыты и так далее. Они могут провести этот опыт и вот прийти к какой-то, значит, к какому-то решению. В дальнейшем они могут и от этого решения отказаться под воздействием каких-то новых... Я же, наверное, кстати... Ну, кстати, да, некоторая часть методологии будет строиться буквально на авторитете. Вот у нас есть священный источник, мы к нему будем апеллировать и по определенным правилам выискивать, ну, собственно, какие-то параллели. Для того, чтобы что-то доказать. Да, это тоже методология неожиданная. Это тоже методология. Может быть, не самая лучшая, но она есть. Ну, с другой стороны, есть логика, как методология, которая в христианстве тоже была распространена в определенное время и до сих пор распространена. Так что, честно говоря, я просто даже не понимаю, о чем Еж Сармат говорит. Ну, потому что здесь имеет смысл говорить не о наличии или отсутствии методов, которые влияют на изменение наших позиций. Потому что в христианстве они всегда были. А о том, какие методы лучше. Утверждать, что в христианстве не было никаких методов, может человек только, который ничего не понимает при льгих. Вообще, блядь, нулевое понимание. Ноль. Ноль. Человек, который не знает о существовании христианской философии. Человек, который не знает о существовании богословия. Человек, который, может быть, впервые в жизни эти слова когда-нибудь услышал. Вот. Ну, проблема. Да. Факт новых опытов. А в случае с религией какой опыт ты можешь провести для того, чтобы понять... Стоп, а почему конкретно опыт? Почему конкретно опыт? Ссылку можно какую-нибудь привести. Одна форма религиозного сознания истинная, а другие ошибочная. Отсылка на религиозный текст как минимум. Да, довольно распространенная штука. Можем опираться на религиозный опыт какой-нибудь. Еще на какую-нибудь хуйню. То есть, ну, тут на самом деле разных подходов просто миллиарды наберется. Привет, Uber Decadent. Спасибо. Я просто сам не настолько специализирован, чтобы привести их все. Я в этом испытываю затруднения, да, что я-то не религиовед. Нет, у меня было религиоведение как один из предметов. И я по религиям кое-что читал, и даже христианскую философию читал. И я все равно затрудняюсь привести весь спектр методов, которые христиане используют, потому что, во-первых, я не христианин, а во-вторых, у меня нету христианского образования, я не богослов, и всю эту тему я изучал довольно поверхностно. Но, ну, просто вот не знать о том, что такие методы внутри христианства существуют, очень сложно. Прям мега сложно. Как это работает? Ну, в религии нет такого метода. Покончился? Да? Серьезно? С собой повес и совлал. А у Ежи, наверное, нету диплома о том, что он религиовед. В религии на шнуре. Охуенно. Далеко не все ученые, которых ловили на какой-либо фальсификации, кончают с собой. Но, тем не менее, даже так... Так, а религиозный деятель, которого поймали на фальсификации, что он должен с собой делать? Ну, иногда с ним кое-что делают. Слушайте, тут, кстати, к вопросу о том, что делают с религиозными деятелями, которых, в кавычках, поймали на фальсификации, которые ошибались, которые придерживаются какой-то ереси. Ну, блядь, лол. Какое уже случается? Это случается в наши дни. Так вопрос, атеист, если ты пытаешься прикрываться наукой, которую сам не проверял, как ты можешь быть уверен, что она не ошибается? По большому... Хороший вопрос. Но, опять-таки, верующий человек религиозный... Почему ежи всегда, блядь, переиначивает здесь, зеркалит? То есть ежи... Посмотрите, чувак пытается, блядь, очень просто доказать, что вот у вас есть религия, вот у вас есть наука. Религия строится на вере, все мы это знаем плюс-минус. Да, мы верующие что-то пытаемся делать, но у нас не всегда все это достоверно получается. Но наука, говорит челик, она не так уж сильно отличается от религии. А ежи такой, а ты чё, блядь, думаешь, что в религии оно по-другому, блядь, устроит? Так чел тебе об этом, блядь, и говорит. Ежи, ежи, послушай, он тебе вот об этом сейчас и говорит, что религия и наука, ну, они не так сильно отличны, что, по крайней мере, когда речь идет об обывателе, который в данном конкретном опыте о нем просто имеет какое-то текстовое представление, он абсолютно так же верит данной информации, как и верующий верит тому, что написано там в тексте какого-нибудь комментатора к Библии, например. Ну, просто потому что. Так оно вот получается. Это очень схожие, аналогичные процессы. А почему этот чел опирается на конкретно этот аргумент? Да потому что большинство атеистов, долбоебых, хуесосов и пидорасов, и они, в принципе, думают, что они там абсолютные скептики, во всем, блядь, сомневаются, свободомыслящие, там, бам-бам-бам-бам-бам-бам, короче, ни во что не верят, никаким авторитетам не подчиняются. Но все мы знаем, что они пиздоболые, вот такая вот проблема. Вот такая вот проблема, да. И челик вот этот вот вроде не самый умный, он ее смог оформить нормально, грамотно? Я бы приводил побольше разных примеров для того, чтобы ее поддержать, конечно. А я же, ну, типа, говорю, а что, в религии это что ли не так? Бывает. Он абсолютно в таком же положении находится в этом... Так нет, шуя не все атеисты такие, да, но... Ну, блин, большинство атеистов это тупые школьники, у которых проблемы с рефлексией очень большие. Они не могут отличить, там, не знаю, нормальное, серьезное сомнение, абсолютное. Вот они же говорят, мы там во всем сомневаемся. Они не во всем сомневаются по факту. Вот начнешь у них спрашивать, сомневаешься в этом, там, сомневаешься в теории эволюции? Такие, нет, блядь, не сомневаюсь. Сомневаешься, я не знаю, в том, что гравитация существует? Нет, блядь, не сомневаюсь, блядь. А сомневаешься вот в этом? Нет, не сомневаюсь. Ну и все, блядь, во всем сомневается. Пошёл нахуй отсюда. Ну, как бы, всё-всё просто. Вопросик, как и атеист. Потому что, да, он также должен доверять другим людям, которые донесли до него священные тексты. Я же просто гений опровержения моего почтения. То, можно ли проверить священные тексты или нет, это вообще бессмысленно. Кроме того, верующие люди зачастую также апеллируют к тем же самым научным фактам, которые они также не проверяли. Нет, Вегапанк, давайте так. Атеисты не сомневаются в религии, а атеисты отрицают религию. Давайте правильное определение дадим атеизму. Атеизм – это убеждение в том, что Бога не существует. Бога и богов нет. Буквально. Это не сомнение в том, что боги есть или нет. Потому что это скептицизмом было бы. Это именно отрицание. Отрицание того, что боги существуют. Всё. Другие подходы к определению атеизма, на мой взгляд, категорически неприемлемые, шизофреничные. И тогда у нас целый смысл выпадает. То есть, а как назвать человека, который в таком случае отрицает существование Бога? Смотрите, у нас есть два определения атеизма. Широкое и узкое. Широкое определение, оно гласит о том, что атеисты – это люди, которые не верят в существование Бога. А, соответственно, есть узкое, в котором атеисты – это люди, которые отрицают существование Бога. Понятно, что не верят – это более широкое, чем отрицают. Потому что отрицание входит здесь в неверие. Вот. И получается, что у нас два слова, два смысла разных обозначаются одним словом – атеист и атеист. То есть, атеизм и атеизм. Это принципиально странно. Ну, как решить, какой термин из них более правильный? Берём просто в генеалогию, ныряем, как раньше называли, кого раньше называли атеистами. Тех, кто отрицал существование Бога. Всё. Следовательно, этот термин выглядит более правильным, более очевидным и более хорошим. А все эти поздние привнесения, которые там связаны с тем, что ёбаным обоссанным научным атеистам нужно как-то свою позицию защищать, они ничего доказывать не хотят. Хотят просто чайник Рассела и там в нём кружить, спрятаться и кружить в чайнике Рассела по кругу, но это их проблема. То есть, они в этом аспекте, в том же положении, что и атеисты находятся, плюс у них есть ещё религия, где... Так донатов нет. Закажите ещё ежи. Закажите ещё ежи. Ещё ежи. Ещё ежи. У меня денег нет сейчас. Кидаем деньги больше. Здесь нет научного метода и нет возможности как-то верифицировать какие-то утверждения, проверять их, проводить какие-то опыты и отказываться от несостоятельных теорий в пользу более состоятельных. То есть, ну, как бы, и чё, и чё положение лучше на выходе? По чём счёту ты доверяешь дядькам, которые... Проблема заключается в том, что религия на протяжении огромного количества времени занималась тем же самым. Носят смешные чёрные ночнушки, да, Академия? Охуенно. Вот это проекция сейчас. Ну, опять-таки, по поводу того, чтобы доверять дядькам, которые носят смешные ночнушки. И верующий человек в таком же положении абсолютно находится, потому что, во-первых, А, он должен доверять этим дядькам, которые носят смешные ночнушки, для того, чтобы как-то взаимодействовать с фактами окружающего мира, использовать всякие предметы по типу, там, компьютер, чайник, вот, там, электричество и так далее. То есть, тут приходится уже верующему человеку также доверять этим людям со смешными ночнушками. Но, кроме того, у верующего человека, у него есть ещё одна категория людей в смешных ночнушках, и помимо учёных, которым он... Не, ну, верующий может быть антисоентистом, и религиозный антисоентизм плюс-минус довольно распространён. Так что тут такое. Ну, как распространён? Нет, конечно, большинство верующих, скорее всего, соентисты, это правда. И, к сожалению, я являюсь сторонником того, что на самом деле это противоречивое положение, быть одновременно верующим в религиозном смысле. Ну, то есть, нельзя быть христианином, да? И одновременно с саентистом. Потому что ряд положений внутри методологии науки очень легко разъёбывается с помощью христианства. Вот. То есть, да, если вы христианин, то ваш бог разъёбывает науку автоматически. И в этом плане возникает противоречие. То есть, ваше мировоззрение становится нестройным, нестойким, короче, никакущим. Да. Он также должен доверять. То есть, их как бы ещё больше. Ещё больше разных людей в разных смешных ночнушках. То есть, у атеистически настроенного человека только вот одна категория субъектов в смешных ночнушках, которые подарили ему там, значит, самолёты, интернет, электричество и другие вещи. В вашем же случае, значит... Я, кстати, не уверен, что учёные нам подарили электричество. Странное представление, но это ладно. Это я уже в своих книгах раскрываю непосредственно. О взаимодействии науки и практики. Таких смешных людей в ночнушках, их как бы в два раза больше, если не ещё больше. Но при этом одни люди в смешных ночнушках дарят вам научные достижения, а другие дарят, ну, только вот состояние психологического комфорта. Мне просто кажется крайне ебанутым смешивать практиков и учёных-теоретиков, да. То есть, категорически ебанута. К сожалению, люди, они тупые, им лень разбирать многие вещи, да, им лень разбирать, как оно всё на самом деле работает, почему-то, ну, что всё устроено значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. И они вот говорят, да, наука нам подарила всё это. Наука, она такая дарящая, такая прекрасная, такая замечательная. Потому что там тебе грехи отпускают, или ты там надеешься, что ты после смерти в какое-то хорошее место попадёшь. Экадемическая одежда. Ты доверяешь их словам, не в состоянии проверить. Ну, опять-таки, верующий человек, как я уже сказал, он ещё более... Ежи почему-то зеркалит зеркалку. Притом я не могу понять, зачем он это делает. Это ёбаный кринж. То есть, вот челик на видео, он зеркалит положение атеистов. Он говорит, ну, вы тоже верите, на самом деле, в очень большое количество вещей. А Ежи ему отвечает, так вы же тоже верующие верите. Стронг. В плохом положении находится в этом аспекте. Точность их выводов. Потому что у тебя не хватает научной компетенции. Да, ну, опять, как и у верующего человека тоже не хватает научной... Да, но проблема заключается в том, что атеисты претендуют очень часто на научную некоторую компетенцию. Они претендуют на то, что... Ну вот, они вещают сейчас с точки зрения некоторой научной позиции. Что их положение подтверждено великой, замечательной, потрясающей, божественной наукой. А положение верующих противоречит этой самой науке. А верующий, когда он говорит о религии, ну, не часто он опирается на науку. Есть, конечно, отдельные персонажи, которые опираются. Да, есть исключения, мы все об этом знаем. Но многие верующие, даже верующие сиентисты, они пытаются отделить религию и науку. То есть, да, наука норм, она релеванта в рамках религии, по их мнению. То есть, наука и религия не имеют противоречия. Но наука, она об одном, о нашем тварном мире, а религия, она о другом уже, о метафизике и этике, по сути, получается. Компетенции зачастую для того, чтобы проверить все постулаты всех наук. Но помимо науки у него еще и религия есть, где он тоже нихрена не может проверить. Более того, там даже нет критерий проверки. Не, есть критерий проверки, я же пиздит. То есть, в науке они хотя бы есть. То есть, в науке вот этот вот самый атеист, проклятый, значит, несчастный, богомерзкий, мерзость в очах Господа, он может при желании пройти и провести какой-нибудь опыт научный. Так верующий тоже может. Потому что там есть какие-то критерии, по которым этот опыт, он будет считаться, значит, вполне корректно проведенным. А в религии таких критериев просто нету. Именно поэтому у нас есть разные типы религиозного сознания, каждый из которых претендует на истинность. У нас есть разные типы, можно сказать, и научного сознания. Просто потому, что в разное время наука функционировала очень по-разному. То, что мы называем наукой. В принципе, да, основная проблема определения науки, она и заключается в том, что, ну, например, по критерию натурализма отделить науку можно или нельзя, да, сложно отделить, потому что на самом деле подавляющее большинство ученых, известных за все время, они были верующими неожиданно, да. До 20 века так точно подавляющее большинство. Сейчас, 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 конечно, меньше. Сейчас религиозных ученых, ну, процентов в соотношении значительно меньше. То есть критерии натурализма, если мы говорим, человек, который имеет только натуралистическую картину мира, может быть ученым, да, вот в таком случае, то только так и никак иначе сразу выкидывает из науки большинство ученых прошлого. Ньютон, например, нихуя не ученый тогда в таком случае окажется. Потому что в его ебаную физику также можно вмешать и, соответственно, его религиозное представление. Он был известным богословом и многие вещи исследовал благодаря именно тому, что он был богословом ради богословских целей неожиданно. Донейшн Альерс, не знаю, сутки. Ждите сутки, может, чуть больше. Вот. Тут все довольно неоднозначно. Вообще, определение науки довольно, ну, вы знаете, да, что это довольно проблематичная зона. Особенно, когда речь идет о ее соотношении с религией. Долгое время они согласились. Слишком долго. Так, мышка здесь. Потому что там просто нет объективных критериев, по которым мы могли бы провести какой-то опыт и прийти к выводу о том, что вот эта форма религиозного сознания, наверное, а все остальные это заблуждение. Ну, то есть формально, формально, форм в кавычках научного сознания за всю историю было несколько. То есть была так называемая классическая наука с кучей религиозных людей, шизов, фанатиков всяких там и религиозных, и мистических фанатиков, алхимиков, уимиков и прочих прекрасных людей. Были разные промежуточные фазы, в которых, в кавычках, в науке было крайне неспокойно. Ну, например, на переломе, соответственно, в начале, в конце 19-го, начале 20-го века, когда вот начали появляться новые позиции внутри науки, когда новые теории физики начали распространяться, был очень переломный момент. Было огромное количество ученых, которые плюс-минус были, ну, как, скептиками, не скептиками, но ко многим научным, так скажем, фактам, которые мы сейчас называем фактами, которые даже в 19-м веке фактами считались, например, существование атома, они в них сомневались. Ну, например, Эрнст Мах, который махизм в итоге организовал. Ну, или, например, Анри Пуанкаре, известный математик, который, собственно, сформулировал концепцию концептуализма. Нет. Короче, который сформулировал концепцию, согласно которой все в науке решается благодаря, ну, собственно, договорам между ученых. Конвенционализмом, вот, конвенция. Конвенциями все решается. Мы можем выделить ряд таких периодов, в которых научное сознание, вот, то, что мы называем, вот, это группа ученых, да, научное сознание было принципиально разным. И в некоторых случаях оно было вполне так себе мистическим даже. Ну, да ладно. И мы от них отказываемся. То есть верующие могут спорить сколько угодно о том, чья вера правильная, но при этом у них нет критериев, по которым они могли бы понять, действительно, какая вера правильная, а какая нет. И здесь интересно сопоставление с верующим. Допустим, я являюсь шаманистом, но я являюсь шаманистом не потому, что мне кто-то про это рассказал, а потому, что это мой личный опыт. Нет, это так не работает. Этот человек не только про науку ни хрена не понимает, он и про религию тоже ничего не знает. Так, ну, придется провести краткий ликбез. Нет, люди являются шаманистами не потому, что это их частный опыт, а потому, что они существуют внутри традиции, где существуют. А почему нельзя то же самое с частным опытом обосновать? Существует такое понятие, как шаманизм. Вот в чем дело. Хой на ликбез. То есть человек становится шаманом не потому, что ему что-то там взбрендило в голову, он такой типа бляб. Но человек становится ученым тоже, не потому, что ему, в общем-то, опыты начали у него проводиться, а потому, что он принадлежит к определенной традиции. Шаманом. Нет, а потому, что в его обществе, в принципе, есть такое представление о том, что есть шаманы. И они были до него. И он с ними контактировал тем или иным образом. Либо ему кто-то рассказывал о том, что вот есть такая возможность, как, значит, стать шаманом. Так что нет, это все через традицию передается. Потому, что я вступаю в контакт с духами, я что-то переживаю. Ну, это если ты исходишь из того, что духи существуют. А как появился первый шаман тогда? И был ли он шаманом? И невозможно ли переизобрести шаманизм? Ну, просто потому, что... Если человек в рамках своего опыта может впадать одни и те же состояния похожие, почему бы шаманизму не появляться много раз? Значит, было некоторое количество людей, которые становились шаманами вне зависимости от традиции. Вот, допустим, в традиции не было никого шаманизма, но вдруг появился человек, который его туда ввел, например. Ну, ладно. А атеист тебе скажет, что никаких духов нет. Я что-то осмысляю. То есть, это... Да, охуенно. Ты что-то переживаешь и осмысляешь, но насколько это вообще сопоставимо с теми критериями верифицированности, которые в науке есть? То есть... То, что у тебя есть какие-то индивидуальные ощущения какие-то, ну, слушайте, окей, допустим, что дальше? Мой личный опыт, причем каждодневный опыт, рационально-емпирический. Процент? Нет, то, что у тебя есть какой-то каждодневный опыт, это не значит, что то, к чему тебя этот опыт, значит, сподвигается... Если этот опыт регулярный в описаниях показывает очень похожие, в общем-то, свойства у разных людей, но это уже тоже можно назвать не просто индивидуальным опытом, а групповым, например. Упси. Более того, ряд так называемых наук, дисциплин, типа социологии, психологии, только на это и опираются, блядь. Ха-ха-ха-ха, ну, ну да ладно. Да, это всегда рационально, в чем дело. То есть, если духи тебе говорят, там, я не знаю, что, там, не знаю, все-все яблоки, висящие на деревьях, горькие, это не значит, что эти духи, они тебе, как бы, опыт общения с духами, он всецелый рационален, и действительно все яблоки, они горькие, или что-то такое. То есть, опять-таки... Не, я согласен, что это не вполне рационально, возможно, да, даже во многом иррационально. Верующий человек, религиозный, он... Это тоже опыт. Это тоже опыт, и этот опыт можно классифицировать, и многие верующие его классифицировали, они с ним работали, ну, как многие верующие. У буддистов там целый список изучения дхарм имеется. Огромное количество философских, околофилософских работ, которые так или иначе, там, религиозных работ, которые так или иначе подтверждают те или иные положения. Он здесь находится даже в более плохом положении, чем атеист, потому что, а, он так же... В начале стрима Адам рассказывал. ...для того, чтобы взаимодействовать в современном обществе, ты обязан доверять науке, то есть, вот этим смешным людям, значит, в смешных костюмах. Но, кроме того, у него есть еще одна категория смешных людей в смешных костюмах, которые ему что-то транслируют, но при этом это что-то, оно совершенно не верифицирует. Ну, транслирует и транслирует. Там нету способа для того, чтобы отказываться от несостоятельных... Вообще, в науке тоже все не до конца верифицируемо. И в этом заключается фундаментальная проблема науки, потому что, если бы все было верифицируемым, нам бы и не нужна была бы фальсификация, фальсифицируемость точнее. Опираться на верифицируемость вообще тотальная тупость, потому что науке она недоступна, по большей части. И опыты, они нужны не для того, чтобы верифицировать, но потому что просто глупость. Они нужны для того, чтобы фальсифицировать. Для того, чтобы опровергать те или иные положения. В смысле. Ну, ладно. Теории в пользу более состоятельные. То есть, помимо ученого, у него есть еще и шаман. Или священник. Они же в курсе, что наука в курсе, что она не точна. Наука – это описательная система мира через модели, которые меняются с течением поступления новой информации. Человек, короче, взял из методички сайентистов, выписал какую-то хуйню и хвастается. Наука в курсе, что наука в курсе, какая-то наука в курсе, что она не точна. Наука – это не субъект, во-первых, чтобы быть не точной. Действительно, шизантроп. Наука – это описательная система мира через модели, которые меняются с течением поступления новой информации. Охуенно. Теперь у нас, оказывается, наука считается только лишь моделированием. Кошер. Шизоприничный Кошер, конечно. Жалко, что это с философией науки никак особо не соотносится. Но, может быть, есть, конечно, отдельные направления, которые так это все и описывают. Но это явно не общее место. Ладно. Опять же, по Гидеолю всякая непротиворечность. Причем, описательная система мира. Описательная система мира. Интересно, что же описывает теория эволюции? Ну, конкретно. Вот что она конкретно описывает? И не претендует ли она на истинность? Вопрос сразу. Вот у нас есть окаменелости. У нас есть, не знаю, геологические слои. У нас есть определенные, в общем-то, физиологическое наше устройство. Да, теория эволюции это в том числе и описывает. Но единственная ли это функция теории эволюции? Потому что, помимо этого, она не только описанием занимается. Ну, предсказанием она, например, пытается заниматься. Будущих фактов, которые будут открыты. Также она, ну как, описывает не только то, что мы видим, но и то, что было в далеком-далеком прошлом. Чего мы, конечно, не видим и о чем говорить мы напрямую не можем. То есть, здесь не то, чтобы даже описание у нас имеется. То есть, описание некоторых наших фэнтезийных представлений о том, как мир был устроен очень много-много-много лет назад. То есть, это не прямое описание. Тут что-то какое-то хуёвое определение науки на самом деле. Через какие модели, тоже непонятно. Теория эволюции это прям модель или всё-таки теория? Потому что разница между теорией и моделью имеется. Если теория эволюции это не модель, значит она получается не наука. Ну, потому что наука это только описательная система мира через модели. То есть, если теория эволюции не модель, значит она не научна получается. Ну, вот как-то вот так вот. Ну, что-то некрасиво. Некрасивое определение выходит. Ну, смотри, если бы он отказался от науки, наверное, он бы не носил очки с линзами, которые... Блядь, пиздец. Если бы он отказался от науки, он бы не носил очки с линзами. Какая же идиотическая хуйня. Это что-то из разряда. Если ты не веришь в гравитацию, выпрыгни, блядь, в окно. Сука. Сука, какая же хуйня. Сделанная учеными и с современной текстильной промышленностью тоже там были бы проблемы, скорее всего, поэтому он бы оден... Конечно же, блядь. Конечно же, практика и наука это же одно и то же буквально. И надо сразу отказываться. Если ты критикуешь науку, надо от всей практики отказываться. Одет был бы, там, не знаю, в шкуру какую-нибудь, да. И так далее. Так, а в смысле в шкуру? Какую шкуру был бы одет? Как он мог бы быть одет в шкуру? Тоже наука, наверное, нужна для того, чтобы эту практику каким-то образом открыть. Ну, а то как-то что, шкуры сдирать надо? Нужно тоже какие-то представления иметь, видимо, о том, как оно все устроено. Следовательно, да, если наука и практика связаны, для появления практики необходима какая-то наука, какое-то знание о мире, получается, да. Ну, из этого напрямую следует, что и для шкур надо, видимо, иметь знания. Конечно, он бы не записывал видео в Ютубе, где, значит, во-первых, ему приходится пользоваться интернетом, камерой, значит, системой освещения и так далее. Это все как раз вот придумано теми самыми смешными людьми в смешных ночнушках, как он выразился. Так что, ну, как бы, извините. Хотя, опять-таки, религия тоже дала ему очень многое, да, то есть религия дала ему вот чувство какого-то превосходства или чувство религии как бы какого-то психологического комфорта. Так что не нужно думать, что, вот, допустим, наука ему дала так много, да, там, очки, одежду, интернет, компьютер, а религия ему ничего не дала. Религия ему дала очень много. И религия ему дала то, что для него даже важнее, чем очки, одежда, компьютер и интернет. Она ему дала вот именно чувство какого-то внутреннего психологического комфорта. Рационально я как-то это осмысляю, эмпирически я как-то что-то чувствую. Ну да, но не означает, что это рационально. То есть, если тебе духи... Ну, я согласен. В принципе, и наука не очень может быть рациональна. Опыты и эмпиризм могут быть нерациональны сами по себе. То, что вы просто опираетесь на опыты, не делает вас автоматически рациональным. Нужны рациональные процедуры. Ну, в науке они, кстати, есть, поэтому наука плюс-минус рациональна, конечно. Но не всякий эмпиризм, не всякое взаимодействие с опытами, оно рационально. Так что, все норм. Сказали, что надо со скалы скинуться. Ну, блядь, как бы большой вопрос рациональный. Насколько вообще это рационально? Ты прикрываешься чужими словами, которые могут быть ошибочными. Не, на самом деле, человек, который в шаманистской традиции находится, он тоже прикрывается чужими словами других людей, которые были шаманами до него. И в целом культурой того, того... Ну, в среднем, да, это правда. По большей части. И ученые, и шаманы в среднем, да, и верующие в среднем так делают. Ну, да. Общество, которое состоит из других людей, в которой он находится, и в которой есть понятие шаман. Так что нет. Тут как бы атеисты, верующие, они абсолютно в одной лодке. Только у верующего у него есть и шаман, и ученый. А у атеиста только... Не у каждого верующего есть и шаман, и ученый. Ученый. Ну, я же, конечно, абсолютно не критическое понимание науки, так скажем. Да, ему просто похуй. Вот. Ну, такое. То есть, как бы, количество людей в смешных ночнушках, в случае с нерелигиозной картиной мира, оно меньше. Вот такой вот интересный парадокс. Это не... Да, отличный парадокс, просто 10 из 10. Значит, конечно, что атеист тут же перестанет быть атеистом, или пойдет получать научную степень. Ну, тебе... А зачем? Зачем? Ну, он скажет, да, окей, он согласится, что... Да, действительно, я не... Вера основана на опытах, атеизм на чужих словах. Лол. Кринж. Ну, итоговый вывод, конечно, этого Нестора, тоже ебанутый, ну... Нерелевантный, так скажем, все-таки. Вера, она потому и вера, что она не основана на рациональных каких-то операциях. И, в принципе, опыт... Единственное, что от него требуется, чтобы он просто вере не противоречил. Все. А атеизм, ну, он тоже отчасти на опыте находится. Мы, в принципе, можем взять и создать такую дисциплину, как феноменология атеизма. Что чувствует атеизм, какое у него внутреннее состояние, и почему он именно с точки зрения такой феноменологии думает так, а не иначе. Почему он отрицает существование божества, например. Можем пытаться выяснить таким образом. И если мы личный опыт такой духовный, в кавычках, берем тоже за основание, у атеиста он, безусловно, есть. То есть опыт отсутствия духовного опыта... Да. Проверялся я научный опыт, и я верю на слово каким-то людям, и что дальше? Как это, значит, подтверждает религиозную картину мира? Или то, что мы в одних ситуациях верим людям на слово, мы, получается, в любой другой ситуации должны верить людям на слово? Первую часть мы уже смотрели, Энигматон. Первую часть тыквоголового мы уже видели. Теперь вторая. Ну, окей, хорошо, тогда можно сказать автору видео, что вот ночью у меня явился Иисус, он мне сказал, чтобы автор видео отдал мне все свои деньги. Пусть он мне тогда тоже... Возможный инженер. Тоже на слово верит. Тем не менее, это заставит... Кстати, я никогда об этом вопросе не задумывался. Когда очень давно, Энигматон, это... Когда мы ужастики смотрели, у нас был же период, когда мы только ужастики смотрели. Вот тогда был тыквоголовый. И его задумывался, что его мировоззрение основано не на опытах, а на доверии к чужим словам. Ну, то есть все смешано. Тут и в науке все, и на опытах, и на чужих словах, и на традициях. И много на чем еще. И в религии плюс-минус, да, только опыт здесь понимается немножко по-другому. Он здесь религиозный, базируется на других основаниях, да и другие методы здесь тоже используются, в том числе, которые науке... Наукой не применяются явно. Описывать все так двумерно мне не нравится. Как вот, с одной стороны, как вот этот лысый дяденька описывает, двумерно слишком просто. Такие ежи пытаются как-то просто все это объяснить, что на самом деле не работает. Друзья, кстати, донатим мне на контент, это последнее видео, сейчас оно закончится. Если мы так вообще ставим вопрос, то тогда, в принципе, можно сказать, что каждый, он на своем опыте все основывает, просто у каждого опыт разный. И то, что человек слышит другие слова и других людей, и решает, верить им или нет, это тоже сугубо вопрос его опыта, на самом деле. Потому что, может быть, этих других людей вообще нету, это просто какие-то фантомы его разума. Это мировоззрение любого верующего человека, который опирается, в первую очередь, на свой собственный опыт. Ну, не каждый верующий человек напрямую опирается на свой собственный опыт. Я уверен, что большинство людей себя формально считают верующими, просто потому что традиция у нас такая окружающая. То есть, вполне так себе, слишком большие прослойки людей вполне обычно себя называют верующими, хотя опыта религиозного не имеют. Закажите чаровницу. Почему бы и нет? Ну, опять-таки, атеистически настроенный человек, он тоже может в каких-то вопросах опираться на свой собственный опыт. Да, это тоже правда. Вот здесь я же точно прав. Точно так же, как и верующий человек может в каких-то вопросах опираться на свой собственный опыт. Но проблема в том, что и верующий человек, и, значит, неверующий человек в каких-то других вопросах, они опираются на мнение других людей. в частности в случае с верующим когда верующий существует в определенной религиозной традиции где где здесь я же прав конкретно поэтому конкретно по этому пункту я же прав какие-то вещи ему навязаны смета мне отказалось челик просто пытается какую-то разницу показать между наоборот отсутствие разницы между наукой и религии в данном случае а по факту он просто пытается доказать что вера и есть подлинная наука атеизм полная хуйня блять основан просто на чужих словах мы на опыте базируем наши позиции а вы на чужих словах изи извне вот допустим ты христианин у тебя есть библия на библию не ты же сам написал даты и от других людей получил как священное писание и у тебя есть другие люди которым ты доверяешь что вот они шаманы жрецы священники и так далее так далее то другие люди в которыми с которыми ты входишь в коммуникацию и ты им доверяешь в той или иной степени то есть как-то очень странно что автор видео это не понимает ну ладно вот такой простой совет вы можете применить в общении с атеистом если вы можете как-то дополнить это видео или что-то назад ну да но атеист просто выслушав вот эти удивительные аргументы он может решить просто у него может как бы сложиться стереотип что верующие люди они еще тупее чем он допустим до этого считал это будет для него дополнительным аргументом в пользу вне религиозной атеистической картины возможно друзья заказываем видосы финиш выразить пишите в комментариях ставьте лайк подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами до отключаться о о о о о о ре о Продолжение следует...